друзья всем привет это новый выпуск канала в поисках золота украина зовут меня серёга у нас экспедиция мы в пустыне сахара пострадки и пески вокруг в общем выехали покопать будем разведки я шучу конечно насчет пустыни сахара выехали в разведке на такие вот песочные поля есть керамика здесь и есть у тёмыча первая находочка сейчас вам покажу ходим по таким вот песчаным полям значит смотрите друзья какой обалденный двухлопастной наконечник просто красота я даже не знаю что это скифы не скифы но такого мы еще не находили шикарный шикарный ног красота сейчас вам керамику покажу я где-то взял с собой один интересный кусочек в кармане полный карман шмурдяка смотрите друзья вот такая вот тут керамика я думаю что это скифы скорее всего потому что похожую керамику мы находили на скифском поселении вот такая вот и наконечник на конечно обалденный сказать нечего шикарный сейчас вот так вот его зафоткаю выложу в instagram кто не подписан на мой инстаграм подписывайтесь ссылочка есть в описании к видео идем друзья искать дальше никто тут не ходил вот такой вот смотрите чистая о уешенок сейчас сразу глянем пока он далеко от нас не ушел сверху лежал прикиньте вообще красота тут ходить вообще красота ходить смотрите не хоже на вообще просто не хоже на надо калину ой какой красавчик то ты шо красотка супер офигеть все надо тут крутится на калину позвонить колен в лес пошел вот туда вот сейчас мы его вернем пускай здесь ходит если сверху ешь красавчик сверху лежал просто да все черное надо тоже вы все будем копать все сигналы идем искать смотри вот скребочки кремниевые где-то еще видел вот керамика скребочки керамика надо ходить плянуть давайте сюда на это не перспективное место песочно такие ходим как по пустыне просто песок такой вообще пустыня идем друзья дальше копать смотрите аукцион виолити крупнейшая в украине международная интернет-площадка для коллекционеров здесь вы можете купить или выставить на продажу редчайшие предметы коллекционирования уникальные антикварные находки произведения искусства старинные книги и многое другое виолити это наилучший вариант как для опытных коллекционеров так и для новичков о любом найденном предмете можно спросить на форуме эксперты оценят находку предоставят они исторические сведения а также укажут примерную стоимость в магазине виолити вы найдете аксессуары для коллекционирования альбомы холдеры весы средства для чистки антиквариата и прочие полезные товары все это поможет сохранить вам ценнейшие экземпляры великолепном состоянии узнавайте много нового интересного коллекционируйте историю вместе с виолити ссылки под видео в описании это генчик там выхаживают местях в надежде найти какие-то наконечники у меня есть находочка друзья смотрите копеечка мне николаевская вывалилась года не видно такая еще ничего я вам скажу откиснет будет нормально неплохо темыч пятнашку только что нашел 15 копеек 3 скота 34 по моему ходим ходим в песке просто пустыня сахара так приятно ходить копается легко следов нету вообще красота зацепились мы в общем за скифов будем выхаживать смотрите будут находки вы все увидите это коляночка нам друзья пришел из леса моему позвонили так смотрите такая у меня можно сказать почти визуальная находочка я его услышал только ой хороший такой какой хороший крестик целенький шикарный крутяк солнце бьет в камеру не вижу сфокусировалась она там не сфокусировалась вот так вот сверху лежит находочка друзья прикиньте как бывает также сама генчик нашел наконечник железный обалдеть берем берем темыч у меня крестик сверху лежал вообще да что-то хуторское средневековье может даже какое-то ветер дует сейчас в камеру будет задувать берем друзья находочку и отправляемся дальше так приятно ходить песочек такие ходим по целине можно сказать никто кроме нас тут не ходил красота я думаю что надо это место раскрутить туда куда коляноч в лес ходил попробовать там вот выпасок рядышком на этом выпуску походить травник такой даже не выпас травник попробовать между этими соснами наверняка скифы есть какие-то если они тут есть керамика здесь есть то и там тоже где-то должны быть однозначно раскручивать место мы тут впервые зацепились вот так вот два наконечника и хуторщина вылазит по ходу тоже одна друзья иду искать дальше смотрите пришли мы друзья пообедали и выходим снова в поле кстати хотел вам рассказать про симплекс вышло у него обновление прошивки значит сейчас так в двух словах скажу что там изменилась увеличивали чуть эту чувствительность там на один градус он конечно стал чуть громче но добавила щуки добавится глубину при этом режим работы парк один добавили парк 2 парк один он будет глубже чем парк 2 но будет более такой медленный парк 2 будет быстрее но будет немножко меньше глубины ребят разделили тона значит для золото и цветных металлов это будет 1669 а для высокопроводимых металлов это будет 7099 тоже внесли кстати изменения в режим алл металл все металлы изменили порядок значков на дисплее с первого места слева с первого по пятое что там еще сделали в меню настроек додали опцию изменения порогового тона добавили индикатор минерализации на грунт грунта на дисплее добавили еще уровень подсветки экрана четвертый теперь будет один а два три а четыре а еще ребят кстати увеличили значение настройки грунт баланс эти в диапазоне 90 целых 10 десятых и 91 целое сделали специально для того чтобы можно было удалить не нежелательные сигналы ну вот вкратце в общем вот так вот я думаю что надо по-любому прошиваться и прибор станет стабильнее как бы так шоу так вот вам на заметку кодом simplex прошивайтесь на новую прошивку ходим друзья все там же по песочку среди ко мне есть поверхностная находочка никогда увидел по золото жёкнула если честно такая вот эта штука что-то было что-то было дырочка к это нашивка может быть на одежду скорее всего шоу скифы они любили такое всякое блестящее золото по золоту такое иду я друзья хочу вот вот дальше сходить далеке там бугорочек есть интересный тема что там был ходил в разведку говорит что там есть керамика хочу туда сходить разбрылись мы немножко по полю в разные стороны будем общем раскручивать место хотим еще зацепиться так что вот такое ходить по песочку приятно приятно ходить и приятно копать лопатой своей кстати доволен хорошая лопатка легенькая кайфовая иду дальше искать друзья смотрите ветер такой страшный что засыпают глаза песком друзья не успел я далеко уйти тут же рядышком нашел вторую часть от этой пришивной блямбы вот такая вот она была сейчас все соберу давайте на руке лучше сейчас сейчас сложу вместе вот такая вот такая вот была штука пришивная в позолоте скифы даже нет никаких сомнений что это скифы вот так вот что это такое накладочка пришивная я думаю но почему форма такая интересная какие-то не знаю ни с чем у меня не ассоциируется эта форма этой накладки может просто какая-то как чешуя рыбяча может быть такое в общем иду дальше друзья хочу на бугорок сходить все смотрим дальше есть находочка друзья в этом же месте вот здесь вот сейчас эту пришивную бляшку нашел скифскую в позолоте и вот смотрите находочка николай 2 1 2 копейки по всей видимости до 1 2 копейки николая 2 1899 год прикиньте до завершение столетия вот так вот берем сейчас покручу здесь может еще что-то вылезет как-то так находки все в одном месте очень интересно идем дальше искать друзья смотрите только знаете любезно екатерина матверовна что классовые сражения на сегодняшний день в общем и целом завершены и час всемирного освобождения настает и пришел мне черед домой возвратился что пришел я друзья вон оттуда воде чернозем аж за ним был на песке забрался на бугорочек и смотрите есть у меня монетка я так себе понимаю они это не монета это это пуговица в позолоте прикиньте колян смотри какая находка офигеть смотри суда потерь сутри суда гоп в позолоте пуговичка она первень прикинь якоря и к у меня находка ух ты ящерица пусте и побежала секрету полик смотрите блин прикольно пугович когда блин я думал монетка такой обрадовался это пуговичка у нас тёвощи собирают пуговицы подарю ему офигенная якоря какой-то моряк потерял я думаю она показывает опорик свой это не знаю я так стану потому что ветер дует или тюлью или тюлевый да такой большой этих до такой они обычно длинные такие у разные есть это один из них тюлевый но там нашел возле машин ну прикольно и поломанный наверно серебряный по золоте был проследить покажи-ка видишь даже пробы остались на этой саде пишет ну да и золото пробы и да по золото по золото да это вот здесь пряжечку нашел это такое что не понятно ну летает это я там нашел пуговицы но такое надо ходить прикольный там керамики очень много да к она слоенка сейчас пойдем туда будем ходить там поток керамики до кляночка идем друзья искать дальше и и Субтитры подогнал «Симон» 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 вынес да вот такая вот ерунда друзья на песке копаем что на пляже ходишь честно вам скажу такой песок и керамика везде валяется песок и керамика аж даже как-то непривычно мы так никогда не копали вот ешка рядом ходит и где-то тёмыч тоже симплексом вот он ходит тёмыч сегодня симплексом посмотрим чем там сегодня накопал тёмыч скажи а можешь показать свои находки что ты там сегодня по находил симплексом интересно интересно будет посмотреть сейчас а так развернусь от ветра чтобы не дуло он ты нормально нашел полтора чок ну вот вам пожалуйста находки симплексом этот наконечник конечно шикарен просто шикарен крутяк крутяк вот он пожалуйста кто там симплекс хотел ищет ищет прибор новая прошивка вышла так что друзья будем мы наверно сворачиваться смотрите тянет тянет оттуда вот дождь сейчас аквам развернусь друзья будем мы наверно заканчивать наш сегодняшний коп потому как у то он сзади за моей спиной тянет огроменную тучу и что-то мне подсказывает что сейчас будет дождь у нас машина стоит в поле если пойдет дождь может быть такое шума отсюда и не выйдем как бы так что наверно будем заканчивать наш сегодняшний пляжный коп на песке в общем хочется подвести итоги выехали мы в разведку зацепились за скифов нашли по скифам тёмочный конечник я наконечник колян нашел заколку скифскую поломала как обычно бывает у него пришивная пляшечка у меня в по золоте ну такое как бы что-то накопали советов каких-то империи не относящийся к этому периоду конечно но тем не менее скажу вам что неплохо разведка как бы прошла у нас удачно можно сказать знаем еще одно место по скифом надо будет его немножко раскрутить я думаю что она будет сходить туда вот дальше за моей спиной в елке еще как-нибудь приехать сюда и походить с той стороны есть еще тоже такой огромный огромный бугор я думаю что на него надо бы тоже зайти и там вокруг него походить в общем заканчиваем мы коп едем домой друзья всем кому понравилось видео ставьте жирные лайки пишите комментарии будут вопросы задавайте вопросы с радостью отвечу на все ваши вопросы всем удачи ребята всем пока